Хлебом с солью комиссию встречают возле 22 дома по улице Репина в Горняцком районе. Жители уверяют, это не подкуп жюри, а просто украинская традиция встречи гостей. На конкурс выставляют вот эту клумбу. Цветы сажали сами, фигурки делали из подручных материалов. Решила сделать для детей дома и для своих внуков. Сделать приятно, чтобы детям было где отдохнуть, погуляться. Дети любят сказки, это герои сказок. Там у нас получается сельский дворик, клумба, а здесь уже дикие животные. А у пациентов 4-й больницы есть теперь уютное место отдыха. Альтанку на конкурс выставляет Горняцкая райадминистрация. Ее представители надеются в номинации «Лучшая беседка» занять первое место. На победу рассчитывают и жители микрорайона «Зеленый». Теперь здесь огромная детская площадка. Открытие комплекса приурочили к приезду жюри. Все дети с окрестных домов теперь собираются здесь. Развлечения по душе найдут от мала до велика. Удобно для детей, красота. Деточки гуляли, бегали. Вот мой внучек бегает, гуляет. Чтобы каждый день такое у нас было красивое, как здесь, для деток. Конечно, поразил микрорайон «Зеленый» с их неописуемой красотой, тех вещей, которые они сделали из подручных материалов. Вот что самое важное, это не изготовленные какие-то заводские вещи, а то, что можно найти в обиходе каждого из нас. Есть все-таки инициатива в городе и есть понимание того, что наша окружающая среда – это наше будущее. Есть чем гордиться и жителям советского района. Теперь гостей города на въезде встречает вот эта клумба. На ней гербы Украины и Макеевки. И мячи, как символ прошедшего Евро-2012. К лучшему изменились и несколько двориков. Но главная достопримечательность – сквер возле районной администрации. За два дня комиссия посмотрела более 20 объектов. Приезжаешь на те места, где несколько лет назад кроме мусора, амброзии во дворах ничего не было, а сегодня, когда ты видишь и цветники, когда ты видишь новые площадки, когда ты спокойно с людьми общаешься, просто душа радуется. Самое интересное, что людей оно цепляет и люди хотят сами все вокруг себя благоустраивать. У нас сегодня меньше – дай, положи, сделай. А сегодня больше говорят – давайте вместе ложить, делать, ремонтировать и восстанавливать. Конкурс благоустройства проводится в Макеевке уже 7 лет. В мэрии говорят, будут и дальше поддерживать инициативу жителей по наведению порядка. Обещают даже увеличить суммы призовых. Победители конкурса назовут в День города. Наградят создателей лучших беседок, клуб и двориков. Суммы наград колеблются от 4,5 до 9 тысяч гривен.